здравствуйте дамы и господа вы не поверите своим глазам и ушам это обзор на инстаграм но вначале надо определить правила и объяснить публике почему это майк таптыгин взялся обозревать соцсеть для 13-летних девочек первое что тут нужно сказать это уже давно не соцсеть для подростков подростки подросли и у некоторых по 5 по 16 миллионов подписчиков образовалась да что там 16 рестлер по прозвищу скала имеет вдохните 135 миллионов подписчиков 135 миллионов это если все жители россии на него подпишется но исключая пару тысяч человек наверно ким кардашьян не намного поменьше хотя я не понимаю почему 131 миллион подписчиков у нас в россии тоже есть люди перевалившие за 10 и более миллионов я не припомню на ю тубе никого со 140 миллионами подписчиков а скала это еще не предел есть аккаунты побольше если я не прав поправьте будет к чему стремиться и и вот где такие толпы народа там все и технологии и smm и деньги само собой стоимость рекламного поста у ким кардашьян это вот просто взять в руки какую-нибудь ерунду сфотографировать себя на смартфон и выложить в инстаграм угадайте сколько я бы никогда не угадал 200 тысяч долларов да вот так к вам пришли сказали а подержи вот эту ерунду дали 200 тысяч долларов и ушли рекорд поставила однако сестра ким кардашьян на сегодня хотя он возможно уже побит которая просто за вот это взяла 400 тысяч 400 тысяч долларов за фото с пачкой чая на поэтому да наверно когда-то это и была соцсеть для девочек но сейчас там серьезные дядьки крутые фотографы девочки подросли но самое главное для нас в основе этой соцсети лежат фото я можно сказать ничего не знаю о продвижении в инстаграм и всех этих мудреных механизмах но я знаю все о построении картинки и мне нравятся ситуации когда есть технические ограничения то есть квадрат и маленький размер что тут можно сказать о фото в данном случае мне нравится что она по определению маленькая и человеку приходится оперировать более сложными понятиями чем просто детализация и резкость первое композиция второе цветовое пятно третье цветовой и тональный баланс четвертое эстетика общая пятая идея шестое самое главное наверное привлекательность изображения вы должны удержать зрителя седьмой пункт немаловажен гармония самой страницы в общем я иногда вынужден откладывать публикацию некоторых фото в инстаграм для того чтобы лицевая часть обложка выглядела цельно то есть человек заходит на вашу страницу и должен задержаться это реально показывает есть у вас вкус или одни только выдающиеся части тела сейчас есть множество экспертов которые дают платные советы как продвигать свой инстаграм вкратце все сводится к следующему если у вас есть деньги то вы даете рекламу набегает народ и после какого-то момента разбегается все когда вы говорите что а чего это было то вам говорят а это уже не наша контент плохой но вот и будем смотреть на хороший контент и помогать тем у кого он есть давая ссылку на аккаунт в инстаграме а сами будем приглядывать какой контент хороший чтобы быть интересным у вас должно быть что-то кроме денег потому что так народ просто прибегает разбегается поэтому мне очень интересна эта сеть люди задерживаются у вас если вы интересный человек или если у вас интересный красивый контент то есть опять же вы интересный талантливый человек если уж смогли такой контент создать но сначала давайте договоримся об условиях и правилах обзоров инстаграм в обзоре участвуют только те авторы и фото под которыми есть вот такой хэштег for майк таптыгин и после него порядковый номер то есть это первый выпуск сейчас значит чтобы я увидел ваши фото для второго выпуска нужно поставить for майк таптыгин 2 вот так и так по порядку я буду публиковать списки авторов в своем инстаграме майк таптыгин и давать номер следующего хэштега вот и все но чтобы узнать какая тема будет предпочтительной в следующем обзоре не пропускайте видео то есть подпишитесь здесь и нажмите на колокольчик а чтобы я сразу узнал что заявка подана и посмотрел на фото вколотите под ним еще вот такой тэг даже если вы не знаете номера следующего обзора это универсальный тэг чтобы я узнал без поиска что публикации добавлено в любом случае я загляну и посмотрю что там такое еще одна поправочка не надо за один раз номинировать больше трех картинок обзор происходит так просматривается все фото отбираются пятьдесят лучших потом я последовательно захожу в аккаунты и отбираю пять лучших для обзора и смотрю на заявленные кадры если их больше трех автор будет дисквалифицирован сами подумайте если все поставят по 20 хэштегов будут десятки тысяч фото и что-либо выбрать просто не получится если вы написали этот хэштег то вы соглашаетесь автоматически что я могу похвалить и другие ваши фото не поругать а похвалить именно они те что вы прислали и даю ссылку в видео на ваш аккаунт разумеется аккаунт должен быть открытым а чтобы участвовать и в других обзорах подписывайтесь на паблик вконтакте и страницу на фейсбуке ссылка будет в описании и жене ман спасис жур с одного видео в три месяца канал перешел на три видео в неделю у бюджета решить по швам не дайте нашему монтажеру померить с голоду особенно если вы участвуете в обзорах или хотите их видеть иначе плакали наши великие планы осчастливить сразу тысячи людей вас в том числе ссылка в описании учтите что ссылки действительны только на канале майк таптыгин непосредственно под видео и нигде больше да если хотите персональных разборов тут добро пожаловать на сайт майк таптыгин точка ком и давайте уже приступим первым нашем списке идет аккаунт вот с таким названием посмотрите на общий вид его инстаграм и выглядит культурно даже вполне этому есть косвенное объяснение автор занимается кроме всего прочего и графическим дизайном очень хорошо что автор разнообразен в своих кадрах переходит от очень общих планов пейзажей к сверх крупным и средним планом автор грамотно выстраивает композицию и что вызывает моё уважение не боится и черно-белых кадров которые в его исполнении даже в инстаграме выглядят убедительно автор номинировал другие кадры но я надеюсь вы их и так посмотрите мне понравилось два кадра черно-белый сочный кадр с повышенным контрастом и хорошим балансом в кадре правая левая и просто интерьерный кадр это же очень люблю делать такие геометрические кадры своего рода flat lay из фасадов и интерьеров тени уведены в высмеянной мной в прошлом обзоре синий но в инстаграме смотрятся хорошо аккаунт рекомендован к просмотру так как человек как я понял живет в интересном месте и к тому же много путешествует мои поздравления следующий участник сегодняшнего обзора сергей его аккаунт называется вот так как я понял это фуд фотограф работающий для стоков и честно говоря у него есть чему поучиться даже первая страница его аккаунта выглядит как минимум аппетитно но он номинировал одно фото в стиле flat lay мимо которого я не смог пройти вот идеальная картинка для инстаграма в этом стиле просто картинка и на стену смело подобраны цвета я бы не решился но все очень и очень неплохо сидит в кадре петров воткин сейчас бы позавидовал нашим возможностям отличная карточка и хороший аккаунт рекомендована просмотру и даже к подражанию так как в аккаунте есть определенная тема и это его четко позиционирует что хорошо тематические каналы гораздо лучше выглядят ну а сами кадры действительно очень и очень неплохие посмотрите последний участник на сегодня андрея малиенко надеюсь я правильно произнес имя его инстаграм аккаунт пишется вот так на аккаунте 13 тысяч подписчиков и 2500 публикаций это по большей части архитектурный пейзажный фотограф очень хорошего уровня я не смог конечно удержаться чтобы не показать некоторые кадры если кто-то думает что я начну сейчас изображать из себя капитан на очевидность и комментировать правильность этих кадров то напрасно есть фото которым комментарии не нужны объяснять почему это хорошо все равно что объяснять почему анекдот смешной если вам не нравятся эти карточки пришлите свои наверняка там сплошные шедевры планетарного уровня но если серьезно хороший фотограф в отличном месте прекрасное сочетание и как обычно поощрительный приз который сегодня уходит александру морозу его инстаграм такой александр фотограф фрилансер я не смог выделить из тех кадров что у него в инстаграме какой-то один это очень интересные стильные кадры добро пожаловать дамы и господа что же на сегодня все правила участия сказанные раньше и повторены в описании если что прочитайте обзоры инстаграма будут тематическими в отличие от обзора например фейсбука мне вот подумалось ведь больше всего для инстаграма снимают сэлфи верно и самая избитая тема это сэлфи на этой неделе давайте посмотрим именно сэлфи номинируйте самые оригинальные красивые интересные сэлфи я задал такую тему не случайно уверен в самом избитом жанре можно найти настоящие жемчужины и так для участия пишем хэштеги for майк таптыгин 2 уже собака майк таптыгин подписываемся на инстаграм майк таптыгин и на этот канал жмите на колокольчик не стесняйтесь и всем творческих успехов до свидания так и я я